Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня будет, как всегда, блог. Жизненный блог. И почему это радостная? Потому что сейчас договорились поехать с Оксаной на дачу. Всем привет! С Оксаной уже очень давно мы не виделись, не пересекались. Ну, я без мамы. Потому что, ну, все-таки есть опасения, чтобы не перезаражать друг друга. Но сегодня решили мы уже так пересечься, пока что без Вани. Значит, сегодня у нас задача какая? Я присмотрела в Ашане качелю, я вам ее показывала. Хочу сегодня все-таки эту качелю купить на даче, потому что у нас уже качеля плохая. Без качели дача, но это прям не дача, это же понятно. Я, конечно, шучу, но тем не менее, так как предстоит много времени проводить на даче, на даче должно быть уютно и комфортно. Поэтому сегодня заедем сперва в Ашан, возьмем эту качелю, отвезем ее на дачу. А завтра уже поедем. Там все убирать, в общем, приводить дачу в порядок. Ну что, приехали мы в магазин. Мои перчатки, держу тележку. Поэтому нужно взять уголь, пока мы здесь есть такой вот какой-нибудь древесный, да? И сейчас пойдем с вами рассматривать качелю. А, сейчас все сюда перенесли. Я хотела сюда еще решетку взять, потому что у нас уже решетка наша. Ну, ее все равно периодически менять надо какую-то, чтобы, допустим, сосиски можно было пожарить. Решетка-гриль. Решетка-гриль. Мангалы разные тоже. О, смотрите, какая сковородка классная. Сковорода-гриль. 989 рублей такая стоит. И вот простая такая решеточка есть. Нам такая сойдет. А? Как качели нет? Другой нет. Там есть такие две непривычные. Ну, елки-палки. Я что-то вчера... Когда я? Позавчера была здесь. Ну, когда была сверху с сеточкой? С сеточкой, да, была. Кто-то мое видео посмотрел и купил ее, что ли, моментально. Точно нету, представляете? Но она 11 тысяч стоила, таких цен нет. Я поэтому ее и захотела купить, что... Придется ехать в воду. Ой, блин, у меня прям расстройство. Я так о ней мечтала. Подожди, а вот за 8 тысяч. Да не, Елена, она ерундовая. Это как отсюда. И низкая крыша, мне не нравится. Ну, подожди. Не это, а вот это вот. Да не. Ну, а что, нет, нормальная качеля. Сядь, посиди. Да я хотела с сеткой смазки. Да нафиг она нужна? Это сетка, она продается... У нас не круче, у нас такая же. Ничем не отличается от этой. Вот эту сейчас возьмем. Давай, может, посмотрим еще. Здесь тоже такой комплект мебели. 8,579. А та, видите... Ну, продаются вот эти сетки отдельно. Сейчас берем большая коробка тут. Дело в том, что это сетки эти отдельно продаются. Слушай, нет, надо клеенки мне до 3, наверное, взять. А что красивее все. А здесь, как ты думаешь, уже все вместе? Вместе вот с этим вот... Вот с этой штучкой вместе? Не знаю, сейчас позовусь. Гладко было на бумаге. В общем, одна единственная вот эта вот качеля, и она там с браком идет. У нее ножки треснутые. Ну и вообще не очень конструкция. Не очень крепкая конструкция. В общем, придется в другом месте искать качеля. Я прям так думала, сейчас раз, приведем и возьмем. Ничего подобного. Ладно, пойдем сейчас посмотрим клеенку на стол. Нам нужно купить. Вы знаете, мне как леди Инга написала. Мне так понравилось и так смеялось. Мне иногда так зрители развеселят и рассмешат, что, Лена, спасибо за экскурсию по Аша, но давно там уже не были. И по даче. Что сейчас дача превращается в курорт. А чем тебя вот это не устраивает? Не устраивает, потому что страшно, потому что у меня не устраивает. А ты какую хочешь? Здесь были такие красивые. Ну, просто поедем в большой магазин, закачали все во мной, купим красивую клеенку на стол. В общем, все клеенки разобрали. Ну, а что ты хотела, дача? Все удачи, все затарились и поехали. Еще из мелочей кофе по очень хорошей цене. 189 рублей. Якобс кофе мы все и любим. А вот смотрите, какая хорошая цена. 288 рублей. Сколько там пакетов? Прямо такая большая упаковка. Ахмат. Ну, хорошая цена. Тоже можно взять. Ну, и как сейчас вот это все нести? Вроде бы немножко брала. Ну вот. Наконец-то можно вздохнуть с полной грудью. Знаете, продезинфицировать руки. Прийти на участок. Подышать свободно всей грудью. Ну, в общем, сегодня, видите, мы хотели закачались с Оксаной. Но не получилось. Но, тем не менее, купила все для уборки. Потому что завтра будет масштабная уборка. У нас здесь на даче все. Работа всем найдется. Ну, а сейчас давайте вам небольшую экскурсию устроим. Так, Оксана там важно выхаживает на даче. Ну, здесь вот смотрите, как бы я, конечно, впервые приехала весной сюда. Мама уже здесь была. Оксана здесь уже была. Оксана здесь копала грядки. Меня они не брали. Вот сегодня допустили в свой круг. В режиме самоизоляции. Оксана никак не хотела пересекаться. Она боится заразить нас. Потому что общается с покупателями. Но я говорю, уже, господи, чему быть того не миновать. Уже клубничку здесь окучили. Это мама, что ли, уже золой посыпала, да? Уже и поливала, и что-то не делала. Сегодня более-менее на улице тепло. Ну, как, 15 градусов. Но это прям по сравнению с тем, что было вообще шикарно. Яблони вот здесь на участке спилили. Они у нас испортились. И сделали в этом году забор. Наконец-таки старый. Вот такой вот. А, здесь у нас пленочный. Деревянный, в общем, отсюда убрали. И вот такой вот поставили из профметалла. Если вы помните, мы с Оксаной как раз-таки в Леруа Мерлин ездили. Вот. А завтра будет... Вот эта майка мне свободно застудилась в том году. То есть без натяга. Сейчас я смотрю, еще не могу. Молчите! Молчите! Потому что я так же не могу. Я в том году мне не бегала. Ну, как бы здесь работала. Наклонялась. Ну, все. Сейчас ударно будем работать. Сейчас перенесем с Оксаной лавочку. Она у нас вот здесь на сохранении стояла. Смотри, вообще не это. Что? Не застегивается. И здесь, конечно, в доме бардак. Потому что на зиму все сюда переносим. Ну, вот сейчас, да, будем мыть все. Сейчас прям? Нет, завтра. Ну, сейчас мы с тобой, может, поделаем что-нибудь. Потому что здесь плацдарм для деятельности. Не, дом завтра. Пусть еще погреется. Зад натопим немножко. Что? Сейчас покажу, что самое... Купила зеркало. У нас здесь зеркало висело. Вот здесь. А Ваня бегал, и оно слетело, разбилось. У нас теперь как сапожник без сапог, без зеркала. Только вот здесь вот, напротив, есть небольшое. В общем, здесь нужно везде наводить порядок. Я купила сейчас... Ну, воды, понятно. Вот эти вот на завтра тряпки все убирать. Ну, там показывала вам кофе. Это то, без чего невозможно. Любая дача и любой дом. Без этого никак не обойдешься. Купила. Ну, а холодильник уже включили? Сардельки, чтобы домой сейчас не везти. Давай подключим. Электричество у нас подключено. Холодильник-то чистый. Здесь... Да, здесь у мамы у нас рассада, которую она сейчас будет саживать. Тоже у нее там куча семян. Я купила. Ну, чистое, а что с ним будет? Ну, все, включила. Там что, даже коньячок стоит? Прикиньте. Одинокий холодильник. Нет ничего внутри. Но есть коньяк. Так, подожди сейчас тебе туда. А, ну вот, купила чем мыть. Завтра, думаю, универсальная чистота, гигиена. В общем, если что-то почистить нужно. Ну, в общем-то, одноразовая посуда. Я видео снимала и говорила, что маме заказали. Мама, в общем, опрыскиватель этот, вычитывала у кого-то в интернете. И сказала... Опрыскиватель умница. Слушай, да, я несколько раз запоминала, чтобы на 10 литров, она говорит, хочу, не могу. В общем, я заказала на сайте, на этом беру. И вообще, мама вчера дорвалась. Она ходила полдня тут опрыскивала и малину. А сегодня сказала, все, не могу ехать. Нет, и она, вот тут он как рюкзачок, но она сказала, что бесподобно. В общем, она в таком восторге, я не знаю. Ну, это поливалка фактически, да? То ли она соскучилась по даче, то ли ей просто хочется... Ну, она покажет завтра, что и как. Ну, в общем, она довольная. Ну, не дешево, конечно, удовольствие-то. Ну, 4 тысячи это штука стоит, но... Нет, 4 обошлось, 4,460 с доставкой. А мне жалко, что с качели сегодня оборвалось. Так, это я, кстати, разжигать мангал привзяла. А вот такие вот взяла печеньки здесь тоже на даче нам есть. Сейчас чайник поставим. Скатерть, Оксана, вот такую вот взяла, одноразовую. Потому что, ну, в любом случае что-то подстелить нужно. Хотя бы такая, раз клеенки не было. Да я вообще не трогаю ее цветы. Чай нам взяла тоже, чтобы был. Нет. А я самое главное хочу достать... На завтра вот будем филе жарить. Куриный, наверное, положу его в холодильник. Я все копаюсь, копаюсь, достать, показать. Во! Соль сегодня тоже нашла. Вот такую вот в Ашане адыгейская соль. И она тоже уже идет с чесночком, и с перцем, и с укропом, и с петрушкой. Мне так нравится, такую соль всегда покупаю. Ну, наподобие. У меня практически такая же дома. И взяла, думаю, чтобы была, чтобы можно было замариновать. Не, не знаю, я что-то овсяное взяла. Нет, я взяла нам с тобой сейчас овсяное. Ну, спички взяла завтра огонь разжигать. Все, ерунда всяк. Смотрите, полотенце... Вот эти вот сейчас штучки попьем по блаженству. Тебе, мне, это у нас сотрудница есть, Надя. В общем, она всегда... Варенье она проезжает, она всегда... Ух ты! Это пляжное полотенце. Да, и в общем, она положила маме... Что тут написано? Ну, это теперь будет наша действительность. Мы теперь будем ездить в Крым отдыхать, если Крым откроют. Вот, у Нади они купили землю, вот, видишь, Азовское море. Да, да. Не на черное, а до Азовского идти, как до станции у нас, 20 минут. И, в общем, она такая довольная. Я в Ялту хочу. Вот щелки. Я в Ялту хочу. Вот, видишь, у нее щелки. Вот здесь они купили участок, и она вот карту нам привезла. Супер, круто. И тебе, и маме, и вот Варенье. Надо сейчас ей позвонить, спасибо сказать. Позвонить, конечно. А то я уже наших сотрудников всех давно не видела. Ну, меня Оксана не пускает, еще раз говорю. Я наоборот рвусь, говорю, мне выпустите, что она, что мама. Ты Ваню заразишь, если ты будешь общаться, если ты будешь ездить покупателям. Да, сказали самоизоляцию. Пакет с Расточкиным у нее с дома. Красиво, да? Вот Надя молодец, она все так пробумала. А еще она что-то там с Крымом, сейчас покажу. Подожди. А вы знаете, в других обстоятельствах, наверное, еще год назад, если бы я приехала и увидела вот этот бардак, который здесь сейчас присутствует, я бы, наверное, расстроилась. Нет, там где еще паркет. А сейчас я вижу бардак, и мне прямо сейчас хочется засучить рукава, начать здесь убираться, вы не поверите. Что самоизоляцию с человеком делает? Надя, хочется что-то делать. Смотри, положи, крымский султан нам, Надя, это вообще... А вот это твой пакет, кстати. А, ты все мой пакет разбирай? Феодосия, зеленая часть страны. Ну я все здесь оставлю. А, она всем разных. Тебе видишь больше синий. Видишь, тут полотенце. Спасибо, спасибо, Надя. В общем, я просто хожу, смотрю фронт работ, который завтра нужно будет. Пойдем сейчас эту скамейку перенесем. Мне надо что-то тоже плохое одеть, а то я в хорошей куртке. Если мы работаем, я сейчас пошла копать. Нет, давай лестницу перенесем сейчас. Какую лестницу? Ну, не лестницу, а эту скамейку, чтобы уже удобно. Стол там поставить. О, ставь чай, слышите? Оксана, генерал, ставь чай. А еще когда про меня говорят, что я генерал, у нас главный генерал вон. Дом, сзади идем. Скамейку сейчас несем. Вот, уже жизнь налаживается. Уже есть где посидеть. Это уже хорошо. Дом? Ну, все постепенно приведем в порядок. Завтра нужно будет, видите, беседку снимать. Вот это вот все на зиму мы беседку. Вот таким вот образом муж у меня берет степлер. И вот ее, потому что она же у нас полая, то есть, чтобы туда ничего не залетало и все такое, он вот так вот укрыв материалом убирает. Завтра будет аккуратненько тоже все это убирать. Мангальчик завтра мы разожжем. В общем-то, как бы дел завтра много. И здесь тоже, вот здесь у нас стол для того, чтобы посуду мыть. Тазики все в беседке, там закрыто всякие столы и все остальное. Смотрите, смородинка тоже уже вся зеленая. Место, где не нужно носить маски. И место, куда разрешено сейчас официально делать пропуск в Москве два раза в неделю. Причем один пропуск на въезд, один на выезд. И то есть, фактически это... Ну, вот не говори. Вот едешь одной семьей в своей машине, да? Ни с кем не соприкасаешься. Да, мы уже не знаем, что вы думаете. Уже сегодня слышали, что... На Дачном Учанске никого. В Конаково запретили въезд только те, кто там прописан по пропусканцу. То есть, на дачу в Конаково никого даже не пускают? Ну, я не знаю, у кого дача в самом Конаково. Есть же тоже, да? Кошмар какой. Но у нас, слава богу, что рядом все-таки дача. И сюда даже, в принципе, пешком можно дойти. Конечно, пешком ты будешь идти минут сорок. Ну, а что? Но, тем не менее, все равно ты пешком можешь дойти. Я давно не видела Луну. И сейчас днем, смотрите, Луну увидела наконец-таки полумесяц. Кстати, ты умеешь определять, убывающая Луна или пребывающая? Как-то она в одну сторону убывающая, в другую пребывающую. В какую сторону? Сейчас, наверное, прибывающая. А мне кажется, прибывающая сейчас, скорее всего. Видите, правая сторона. Тут плохо видно. Вот, видите, в небе. Это Луна. А, послушай, на Луну посмотреть. Мама, не видела? А я, кажется, такая она, как сказать, не очень. Сегодня Ваша не видела? 149 рублей кустик клубники. Нет, не видела. Я посмотрела, хотела, думала, может, клубнику-то. Она там, может, причем цветет со цветочками. Ну, а куда еще рано-то? Ну, вот у нас, смотри, рано. В смысле, рано. Ну, вот она же уже здесь посажена. Почему рано? Можно вот сюда два куста, кстати, закупить. Пошли все-таки с Оксаной немножко поработать. Для начала нужно подготовить умывальник. Всем начальникам начальник, да? Вот. Он, конечно же, весь грязный, несмотря на то, что было в беседке. Здесь очень много листьев, бак. Все это нужно мыть. А мыть чем? Значит, у нас есть насос, у нас есть шланг, есть колодец. Сейчас нужно подключить. Подключить. Ну, видите, колодец, кстати, не полный. Подключить сейчас нужно все это к электричеству. Вот такая вот, смотрите, видите, конструкция. Все это подключаем. У меня конец от этого шланга. Вода уже идет. У нас, знаете, какая самая большая проблема? Самая большая проблема в том, что нет рукастых мужчин. То есть у нас никто из мужчин не любит заниматься дачей, огородом. У Юры работа, у Андрея тоже работа. Ему хочется после работы отдохнуть. У папы, соответственно, тоже. Потому что, ну, как бы у них практически у всех, кроме Андрея, да? Что у Юры, что у папы одним и тем же занимаются. Вот. И получается, что мы одни женщины. И мы, разумеется, как бы, ну, не все умеем и все можем. И вот это очень сложно. Ну что, в целом отмылось все хорошо. У меня прям, знаете, аж настроение поднялось. Какая-то вот что-то делаешь там с удовольствием. Но уже вот этой вот раковине, сколько у нас умывальнику, года два, наверное, испортилось вот это вот покрытие внутреннее. И уже даже вот я взяла персоль, да? А, пермалюкс. И содой терла, в общем. Пермалюксом терла. И вот сейчас попробую оставить, но, по-моему, это уже не поможет. И набралось у меня уже. Набрался умывальник. То есть завтра все будут тут все делать. И в первую очередь надо подготовить, чтобы все могли помыть руки. Потому что гигиена превыше всего. Все, значит, мне сейчас будет переливаться. Быстренько надо выключить. Потихоньку жизнь начинает налаживаться. Основное уже есть. Уже поставила, вытащила мусорный бак. И вот здесь вот. Нужно завтра будет все отсюда выгребать из беседки. Лишнее, не нужно газ заправлять. Чтобы печку можно было включать. Столы завтра. В общем, вот эти стулья все. Кресла. Все, все, все. Нужно будет мыть. А так, смотрите, прям какой участок хороший. Обычно здесь все у нас заставлено. Там столами, качелями. А так места много. Вот это мама с папой свой диван старый выбрасывали. Делали у себя ремонт. Остался уголок от этого дивана. Не знаю, папа почему его не выбросил. Сейчас подумаю. Может быть, его каким-то образом можно использовать в качестве сидения. Где-нибудь здесь поставить. И вот, видите, за нами высятся вот эти вот высотные дома. То есть, как бы, когда мы покупали эту дачу, покупали всей семьей, на всех. То, соответственно, вот об этом не шило никакой речи. Здесь был пустырь, было огромное поле. И, собственно говоря, нам этим это место и понравилось. И в итоге получилось, что в один момент взяли и расстроили вот такой вот целый огромный квартал. Строить здесь, допустим, том полноценный, да, чтобы там жить в нем или еще что-то. Не очень хочется, чтобы вот на тебя смотрели со всех этих окон. Продать, соответственно, тоже маловероятно, да, потому что тоже таких людей мало кто любит. Чтобы рядом был живой сектор. Поэтому это именно вот такой вот у нас летний вариант, когда тепло. И когда можно справиться вот такими условиями, да, полевыми. Ну, как бы, вода есть из колодца. То есть, ее в любом случае там можно разогреть. Но должно быть тепло. Потому что в доме, несмотря на то, что есть печка, он быстро выстужается. То есть, там в любом случае тоже какие-то обогреватели нужны, либо еще что-то. Когда тепло, все эти проблемы, они автоматически снимаются. Дом нагревается на солнце. И там нормально тепло. Слушайте, птица какая-то щебечет. У соседа эти кормушки. Я чуть не могу даже понять, откуда. Какая-то непонятная. В общем, в конечном итоге решила сегодня еще. Или это у нас где-то. Звук слышу, не вижу птицу. В общем, в конечном итоге промыла кресла, почистила их. И попробовала из шланга помыть дом. В общем, очень легко. Ну, я имею в виду, вот, каркас отмывается. Потому что вот сейчас прошлась. Видите, здесь промыла вот это вот. Мы сюда всегда вещи свои складываем. Когда приезжаем, стол поставила тоже, промыла. И самолеты летают, и птицы поют, лавку промыла. И дом вот здесь вот, видите, сейчас прошлась. То есть завтра можно будет спокойно вот здесь вот. Ну, то есть если время будет. Но это все потихонечку. Можно взять еще какое-нибудь средство, не знаю. Белизну, наверное. Белизну жалко, траву рядом. И пройтись, промыть и будет чистенький. Так, чтобы... Так, чтобы наслаждаться уже окончательно. Замечательно. Так, ну, мы с Оксаной наработались. Оксана там вспахала. За это время, пока я здесь все отмывала, она теплицу вспахала. Ну, я так говорю, вспахала, потому что всегда мы говорим Пашем. Я нам, видите, места подготовила. Сейчас кофейку, да, на прощание. И поедем, да. А завтра уже со свежими силами приедем, все будем убирать. Ну, нет, у меня на завтра так, план минимум. Это вот здесь вот все разобрать, отсюда все вытащить, все поперемыть, поставить там стол. Ты начнешь дом, а я потом к тебе присоединиться. Хочу еще снаружи его помыть. Но Оксану не снимаю, потому что... Ну, и себя тоже не снимаю, потому что, знаете как, если бы я сейчас еще сняла бы... Оксан, сними издалека. А у Оксана эти перчатки... Видите, у меня все мокрые, все грязные джинсы здесь. У меня уже издалека, я вся мокрая, вся косметика со света. Я еще на даче никогда не... Ничего, ты знаешь, труд он облагораживает. Труд, мир май. Первое мая. Так что сегодня сам Бог велел. Да нет, я прям для меня это реально, я отметила, это для меня праздник. Слушайте, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Время у нас пить с Оксаной кофе. Оксана, обратите меня, на улице 15 градусов. Я раздетая, но она, правда, копала, поэтому... Так, после теплицы, у меня как будто я с бани вышла. Кто в теплице работает, тот меня поймет. Ну да, там... А при чем здесь с бани и шапка, вот объясни мне. Так у меня шапки затекут. Вообще все течет. А у нас, смотрите, это мы с Оксаной... Это мы с Оксаной... Где мы были? В Анапе, по-моему, да? В Анапе. В Анапе мы с Оксушей были. Я еще, видите, у меня рыжие волосы были тогда. А вот меня, покажи. Уже все высвет. Сейчас. Это он, видите, с мамой. Сейчас пока кофе налью. А это Оксана, он в Питере. Вместе с папой и с мамой ездили. Меня с собой не брали. У вас путевка, по-моему, была, да, у мамы от работы? А вот она. Какая хорошая. Давай ли. Так как же Оксану хорошеньку. Совсем не изменилась. Оксана, ну подожди, там отсвечивает. Ну-ка. Вообще не изменилась. Почему люди меняются? Где поменялись? Вообще, мне кажется, одно лицо. А я думаю, завтра вот здесь вот. А вот этот верблюд... Смотри, вот сюда бы поставили диван. Представляете, родители выбросили диван хороший. А он ввесился бы сюда вместился. Он бы сюда вместился. А кровать наверх. А я думаю, он из Египта, представляете? Я его везла. А, кстати, кто меня спрашивал про Ваня на детские вещи там разные? Они у меня все на тряпки идут. Вот все его маленькие вещи там. Смотрите, когда-то Ваня был вот... Сейчас покажу. Шортики. Ну, понятно, да, что какие-то... Какие шортики были валенькие. Это кепочка. Да, у него что только нет. У него вся старая одежда какая была. Вот там брюки какие-нибудь. Ну, у него здесь зап... Нет, это все на тряпке. Я вот сегодня мыла там все. Как раз таки Ваняными старыми кофтами. Вообще просто шикарно. Катай мою. Любую бери. В общем, сейчас надо будет... Ну, не сейчас, завтра. С книжками порядок навести. А что здесь книги-то лежат? Они же все наверху у нас. Мама читала все лето. Мама все лето здесь книги читала? Ну, да. А это Юла, смотри, ждет. Маликова. И я жду. И я жду. Ты что? Я завтра поэтому в первую очередь разбираю беседку, чтобы туда перенести музыкальный центр. И петь. Поселиться здесь и петь. Еще бы только ванну из дома перевезти. Откуда я знаю. У тебя здесь, если я на втором этаже покажу скопище твоих духов, у Оксаны там духов немерено. Слушай. Которые она про них и не помнит. Это же копилка зеленая. Ну-ка дай-ка. Вдруг там доллары. Нет. Это же... А, они уже пустые. А кто ее выталил с интереса? Ты думала, там внезапно, но видят... Так у нас дачу грабили. Ты думаешь, что там полная мелочь была, по 10 рублей? Ты думаешь, что ее вытасли? Да не знаю. Но надо здесь что-то подумать. Вот, допустим, для чего у нас здесь вот эта вот стоит тумбочка вон-то? Так, что пошли кофе пить. Надо подумать, как аккуратно вот эти бревна сложить для печки, чтобы... Нет, пошли. Напишите, у кого есть дача. Пойдем туда. Я там такое место классное сделала. Там сейчас солнце. Тут уже солнца нет. Там у нас целая скамейка с креслами. У кого есть дача, напишите, как у вас проходит начало заезда на дачу в таком же темпе. Все убрать, все привести в порядок, все перемыть. Вот. Мне здесь прям вообще нравится. Я здесь, знаешь, что, Оксана, вспоминаю? Помнишь, мы были в отеле, как отель назывался? Атлантида в Крыму. И вот там утром, помнишь, завтрак на улице был. И мне так это понравилось. Такая там, такая теплота была. Оксана замерзла, слушайте. Я, видите, в открытой вообще. Я пошла одеваться. Оксана пошла одеваться, она замерзла. А? Не знаю, что мерзнуть. Не, я когда была худая, я мерзла. А вот сейчас вот, когда поправилась очень сильно, так мне, наоборот, всегда жарко. Завтра попробуем, кстати, кто писал про кормушку для птиц, попробуем с Ваней кормушку для птиц сделать. Где-нибудь здесь повесить, чтобы у нас тоже птички здесь чирикали. Вот. Ну, а на этом, собственно говоря, вот это мое видео заканчивается. Всем желаю, как всегда, добра, удачи, позитива. У меня прям все настроение поменялось. Знаете, я летаю. Вот что, значит, для человека немножко солнца, немножко тепла, немножко хорошей погоды. А я хочу сказать, счастье есть. Все. Всем удачи. Пока-пока. Увидимся с вами вновь. По скрипту. Пришла домой, и меня встречает довольный Иван. Вот как вы думаете, что это такое? Смотрите, такая схема у него. Это мы, наконец-таки, купили. Я давно хотела. Сейчас у Дашки очень-очень сильно выпадает шерсть. Как выпадает? Линька у нее весенняя. И я давно хотела вот это чудо. Пока что он заряжается, поэтому... Чудо из чудес, это Ксиоми, это у Вани программа, значит, как он обходил препятствия по дому. Это пока что, оно вот так вот делается. Ну, пока что он заряжается, потому что он вот сядь здесь. В общем, фишка в том, что он не любит провода, и нужно убирать провода, чтобы не было проводов. И мелкие вот эти вот предметы, да, в виде мисок там и всего остального, то это тоже нужно все убирать, он спотыкается. Ну, сейчас я вам это продемонстрирую, он сейчас у нас чуть-чуть зарядит. Убегай от снов и от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь Только то, что тебе даст Господь И ни больше, ни меньше Огляни за собой Сколько в жизни сплелось Сколько судеб к тебе прикоснулось Пусть полжизни прошло Как у всех на авось И удача другим улыбнулась Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Есть повод у друзей Честное слово Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Есть повод у друзей Честное слово Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok